Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня еще раз на несколько минут вернулась к алтайскому сюрпризу, потому что до этого я вам делала подробный видео обзор про урожайность, про рост, что он детерминатный, можно посынковать, можно не посынковать, и показывала, как он растет в теплице. Сегодня я пришла вот оббирать уличный алтайский сюрприз и хочу показать, как он растет в полудиком варианте, когда его не посынковать. Вот эти кусты, здесь вот мы с вами еще ни разу не были, видите, вот здесь забор, тут у меня такой уголок полузаброшенный, тут я не посынкую ни демидов, ни Настеньку, ни алтайский сюрприз и ни жиростойкий, в отличие от тепличных. В теплице вы уже посмотрели, как растет алтайский сюрприз. Сегодня мы пришли на улицу, вот на улице. На улице он тоже не высокого роста, такой же, как в теплице, но единственное, что здесь почему-то на улице у них у всех больше плоды, потому что это именно сибирские сорта, они выведены для антикуди, для выращивания в открытом грунте. И вот я держу их до перезревания для семян, но вообще вот видите, как он здесь такой прям хорошие, шары алые, розовые. И здесь их очень-очень много, они не, как я вот говорила, что если его не посынковать, то он может быть много плодов, но мелких. Но плоды не очень мелкие, вот видите какие. Тут единственное, что плохо видно, что я не обрезала ни листья, ничего. Видите, по состоянию листьев можно увидеть, что к этому кусту никто ни разу не подходил, ничего я не обстригала, листья сами от старости засохли. Вот такие гроздья алтайского сюрприза, спелые я уже сняла. Видите, вот такие алые, такие вытянутые, похожие на Настеньку. Я уже не раз говорю, что Настенька и алтайский сюрприз, они очень похожи. Если вам, например, нужен такой сорт, можно просто один какой-то выписать, а второй не брать, потому что они похожи. У них также детерминатность, сами вершкуются, такие же плоды, розовые, алые такой расцветки, одинаковый размер и одинаковые свойства. Можно пасынковать, можно не пасынковать. Вот это у меня алтайский сюрприз, который я не пасынковала и ничего с ним не делала. Но вы видите, что плодов много, они сейчас вот весь август будут плодоносить. Единственное, что там, где не пасынкуешь, вот на пасынках, на многочисленных, побольше будет мелких вот таких мелочей. Но вот Град их побил, однако же они не повредились сильно, просто не пробивает кожицу у них, как у других нежненьких сортов. Вот алтайский сюрприз в уличном варианте. Потому что многие писали, что почему у вас в теплице такие, они стройные как-то поля, а у нас кустистые на улице. Вот, пожалуйста, у меня тоже, я говорила, что покажу, тоже есть кустистые. Видите, какие все-все зарощенные, все заросли, но однако же это не мешает им дальше плодоносить. Они растут очень хорошо. Сейчас, хотя у нас период дождей, гнилых я не вижу, вы видите, что нет гнилушек. И все, даже вот те, которые перевисели, она просто трещинка, но весь плод целенький. Гнилых нет. Все. Лучше всего этим летом показали себя, конечно, сибирские сорта. Это, опять же, Демедов, Настенька, Алтайский сюрприз. Они вот здесь на улице у меня высажены, я сейчас все просмотрела. Нет ни гнилых, сильно не побитых. Вот сорта, семена этих сортов будут в наличии в огромном количестве. А некоторые сорта, конечно, град побил, они все загнили, сгнили. Я потом придется делать немножко корректировку каталога и писать, что каких-то семян в этом году не будет. Все. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Вот короткий видеоролик о том, как себя Алтайский сюрприз ведет в уличном варианте, не посынкованный. До свидания. Желаю всем хороших урожаев. На будущий год начнем все сначала с сибирскими сортами, которые выдержали нынче все и мороз, и жару, и дожди, и град. Очень хорошие сорта. Рекомендую. Рекомендую.